В Госдуму внесён законопроект о запрете продажи алкоголя молодым людям младше 21 года. Документы уже называют сухим законом для молодёжи, не продадут даже пиво. Большая часть депутатов назвала такое решение трезвым. Но, правда, вот другие уверяют, что новая мера — это непродуманная калька с американских законов. Третьи назвали запрет пустым, дескать, кому надо и так купят. Андрей Григорьев разбирался в доводах. Тихо, ты стой нормально, ты уверен. Пьяные подростки еле стоят на ногах, падают и бьются головами о гаражи. Любительские кадры, снятые в российских городах, шокируют. По статистике, возраст приобщения к алкоголю у нас снизился с 15 до 11 лет. Практически все школьники, 99%, хотя бы один раз уже пробовали. У нас в год рождается миллион 200 младенцев. Из них приблизительно 25% рождается у мам, не достигших 21 года. Приблизительно половина этих детишек, к сожалению, имеет врождённые некоторые заболевания, связанные с тем, что мама хотя бы однократно в период беременности употребляла алкоголь. Предлагается увеличить возрастной ценз до 21 года. Я считаю, что это очень важный момент, особенно сейчас, когда нам нужны здоровые, сильные, молодые люди, которые, в общем, смогут построить сильную экономику и защитить страну. Казалось бы, разница невелика. Сейчас в России алкоголь разрешён с 18, но именно эти три года, как считают специалисты, играют решающую роль в формировании личности. Созревание мозга в среднем, среднестатистически, оно всё-таки происходит к 21 году. Нравственное созревание, социальное созревание. Последние наблюдения показывают, и биологическое взросление организма происходит вовсе не в 18, а значительно позже. Нанесённый здоровью вред может носить необратимый характер. Конечно, эффект алкоголя на вот ещё такой не сформировавшийся, не устоявшийся организм подростка, он более выражен. Наркологические диспансеры для детей и подростков переполнены. Георгию ещё нет и 18, а ему уже поставлен диагноз алкоголизм. У меня болезнь. То, что я уже заразился. И то, что я не могу трезво находиться. Истории почти у всех схожи, и подросток не в состоянии соизмерить вред, который ему наносит спиртное. Начинают чаще всего за компанию, на слабо, а результат — искалеченные судьбы. Пить или не пить? По идее, конечно, каждый отвечает на этот вопрос сам. Но задача государства, чтобы этот выбор был сделан осознанно, а не под давлением обстоятельств или влиянием сверстников. Существует, правда, юридическая коллизия. Противники новой инициативы утверждают, что таким образом нарушаются права молодых людей формально, ведь они уже достигли совершеннолетия. Противоречий с Гражданским кодексом не будет, если каждый регион в отдельности установит свой запрет. А может быть, через федеральный закон дать возможность делать такие ограничения субъектам Российской Федерации, чтобы были максимально учтены вот эти национальные, культурные и реально сложившиеся ситуации в регионе. Криминалисты уверяют, что и правонарушение под воздействием алкоголя чаще всего совершает именно молодёжь. Продавать лишь тем, кто старше 21-го, значит улучшить в стране общую криминогенную обстановку. Это прежде всего и хулиганство, и воровство, и так далее. Автодорожное происшествие. Поэтому, да, безусловно, ограничение продаж каким-то образом скажется на снижение преступности. Конечно, меры должны быть комплексными вместе с ужесточением наказания за невыполнение закона и повсеместной пропагандой здорового образа жизни. Андрей Григорьев, Екатерина Жидовкина, Илья Налётов, Виктор Приходько, Вести.